Несколько дней назад Я как-то натолкнулся, я даже не знаю, честно говоря, как я натолкнулся на это видео, но натолкнулся на одно видео, снятое, как я понимаю, в Махачкале. Видео размещено на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман Республики Дагестан. Видео довольно-таки длинное, почти два часа длится. Давайте небольшую часть посмотрим, все видео, конечно, смотреть не будем, но посмотрим часть видео и подметим для себя, какие некоторые важные моменты, связанные с вопросом Палестины, потому что это видео посвящено именно этому вопросу. Итак, вот это видео. Нас интересует выступление. Да, вот данного докладчика, доктор Шихабуддин Гусейнов. Давайте послушаем его. Субтитры создавал DimaTorzok. Я доктор наук по арабской филологии. Я филолог, я международник. При более 15 лет, вы все знаете, я езжу по всем арабским странам, изучаю арабские страны, знаю очень много ученых. Я очень ездил, объездил 67 стран. Конечно, нету судья арабских стран, места, где я не побывал, и нету муфти, которую я не знаю. Алхамду виллах. Поэтому, прежде чем сюда прийти, я со всеми созвонился, сделал анализ, вот все здесь на бумагах написал, зафиксировал. Хочу вам здесь прочитать и рассказать то, что я узнал, то, что я знаю. Конечно, судить вам. В 1948 году, 75 лет тому назад, хавестинцы отдали свои земли евреям. Сейчас мы не будем говорить, как они отдали. Продали они эти земли, или их вынудили, или испугали, заставили. Об этом не говорим. Дали им место жить. Ладно, не будем это место комментировать. Довольно такие странные слова. Отдали, говорит. Они потихоньку, потихоньку начали оккупировать. И в 1967 году они оккупировали большинство земли и Палестину. Они оккупанты. Они убийцы. Они вот в 75 лет убивают наших братьев, палестинцев. Мы осуждаем именно сионистов, которые убивают наших братьев. Но, теперь мы говорим, делаем дуа палестинцам. Чтобы вы знали, палестинцы, которые живут в Палестине, это одни люди. А палестинцы, которые живут в секторе Газа, это Агаза и другие люди. Я звоню муфтию в Палестине. Он уже более 20 лет является муфтем. Я звоню и говорю, уважаемые муфтии, зовут его Сабри Экрема. Могу перед вами сейчас позвонить к ним. Я говорю, уважаемые муфтии, мы собрали для Палестинцев 200 тысяч долларов. Мы хотим туда эти деньги и отправить. Вернее, купить медикаменты. Хотим туда отправить. Он говорит, зачем к нам? Надо Аглу Газу отправить. Я говорю, а что Газа не Палестинам? Они давно от нас отделились. Мы никакого значения к ним не имеем. Я говорю, а что там? Это джихад или не джихад? Вот этот момент очень важный и значимый. Давайте про это чуть-чуть поговорим. Про вот эту вот позицию. Он звонит на западный берег, в так называемую палестинскую автономию. Говорит, что хотим помочь вам, палестинцам, то есть и отправить определенную сумму в качестве помощи, поддержки. Тот, естественно, удивляется. Это наша беда, да? Это вот наша проблема, наша беда. Мы даже не знаем, что там происходит. Хотя то, что сейчас там происходит, это не сегодняшняя проблема. Это не сегодняшняя проблема. Это проблема всего 20 века и 21 века. Понимаете? То есть это длится почти сотню лет. То, что там происходит, длится почти сотню лет. А мы, мусульмане, даже не знаем, что там происходит. Мы даже не знаем, что из себя сектор газа представляет. Мы не знаем, что из себя представляет палестинская автономия. Какие у них отношения. Какие отношения у газы и палестинской автономии к сианинскому режиму. Мы вообще понятия об этом не имеем. Для нас это не актуально. Мы не понимаем. И только-только вот сейчас, позвонив муфтию палестинской автономии, это человек, который является богословом. То есть это не простой. Я, кстати, его лично знаю. Как-то виделся с ним. И небольшой диалог у нас с ним был очень короткий. Это не простой человек. Это очень важный человек в структуре дагестанского муфтията. Это не простой обыватель мусульманин. Это своего рода лидеры мнения. Это своего рода имам. Проповедник ислама. И так далее, и так далее, и так далее. Но этот человек только-только сейчас понял, что есть какая-то проблема. И позвонив муфтию палестинской автономии, только узнал, что нет никакой связи между палестинской автономией и сектором газа. И это, на самом деле, корень проблемы палестинцев. То, что весь остальной мусульманский мир просто-напросто игнорирует эту проблему. Просто она просто закрывает глаза на то, что там происходит. Уважаемый Шиха Абуддин, вот эти вот 200 тысяч долларов нужны палестинцам всегда. Они на протяжении всего этого столетия нуждались в мусульманской помощи. Им нужна была помощь задолго до этих событий. Они жили под страшнейшим гнётом задолго до этих событий. То, что сейчас происходит в Газе – это просто невообразимое преступление. Невообразимое зверство – то, что сейчас происходит в Газе. Но преступления, гнёт и зверства были задолго до этого. И вот в этом наша корень, корень наших проблем. И проблем палестинцев. Что только-только сейчас мы начинаем понимать, что есть какая-то проблема. Но дело в том, что сейчас, вот сейчас, когда сионистский режим беспощадно и просто бесчеловечно бомбит и уничтожает население Газы, только-только сейчас мы на это обращаем внимание. Вот в чём проблема. Вот в чём кроется корень проблемы. И, говоря пару слов по поводу того вообще, какая ситуация, какие отношения между сектором Газа и Западным берегом, я об этом ранее говорил, что на Западном берегу территории контролирует ФАТХ, движение ФАТХ, который ранее возглавлялся Ясер Арфатом, сейчас возглавляется Махмуд Аббасом, движение ФАТХ исповедует ту политическую точку зрения, что на Палестине должно быть два государства – Израиль и Палестина. Это, конечно же, несбыточное желание, несбыточная мечта, потому что сионисты никогда на это не согласятся, а если они и заключают договора, пожимают руки, то это исключительно для того, чтобы усыпить бдительность, не более того. В итоге мы видим то, что наблюдаем. Мы видим результат этой политики движения ФАТХ. Мы видим, что сейчас, вот сейчас, на Западном берегу, где правит ФАТХ, на Западном берегу ежедневно, видео огромное количество, в интернете полно видео, ежедневно сионистские боевики заходят в палестинскую автономию, заходят в лагеря беженцев, в Рамаллахи, в лагерь беженцев Джанин и так далее. Они заходят и похищают людей, похищают из домов палестинцев. Я вам даже сейчас покажу одно видео. Этих видео огромное множество. Ежедневно приходят туда, калечат, убивают, похищают людей ежедневно на Западном берегу. И никто им ничего не может противопоставить. Почему? Потому что ФАТХ заключила с сионистским режимом договор и отказалась от своей борьбы, отказалась от сопротивления. И, как следствие, сейчас не готова как-либо противодействовать сионистскому режиму. Если так продолжится, через какое-то время просто ничего на Западном берегу от палестинцев не останется. Они просто превратятся в обычных беженцев, коих полно в Сирии, в Ливане, в Иордании и так далее. Просто разбегутся, потому что нечем будет противостоять сионистскому режиму. Это вот результат политики ФАТХа. То, что они доверились сионистам, заключили договор. Да, вот теперь не будет этого никогда. Сионисты никогда на это не согласятся, никогда не пойдут на то, чтобы в Палестине существовало палестинское государство. Они на это просто-напросто не согласятся, не пойдут. Это для них равносильно просто несуществованию, отсутствию Израиля на Ближнем Востоке. Они на это не согласятся. Но, естественно, они свои цели преследуют. Они методично идут к тому, чтобы захватить, полностью оккупировать всю Палестину. А наши вот эти вот палестинцы на Западном берегу во главе с ФАТХом и Махмудом Аббасом на сегодняшний день, они просто обманулись. И вместо того, чтобы все эти годы готовиться к столкновению с сионистами, вместо того, чтобы вооружаться и готовиться, как это делал Хамас, они просто вот доверились и бездействовали все эти годы. Вот, пожалуйста, сейчас я вам покажу. Я сейчас, к сожалению, не помню, где это видео снято, но это Западный берег. Так, секундочку. Это то, что сейчас происходит на Западном берегу. Видео плохого качества, поэтому... Извиняюсь за это. Вот, пожалуйста, зашли в дом палестинца, перед женой и детьми избивают его. Там дочка его маленькая кричит. Извиняюсь за это. в общем вот такая ситуация заходят в дом к палестинцам забирают палестинцев вот видите на глазах жены и дочери дочка там кричала орала понятное дело маленькая девочка на глазах повалили отца на землю и ногами избивают то есть приходят калечат людей убивают стреляют а палестинцы совершенно ничем не могут ответить ну разве что камнями их закидать но наряду с западным эриком есть газа которая совершенно другой политики придерживается что нет никакого мира быть не может с сионистским режимом и и масс не когда не согласится и не соглашается и вся и весь сектор газа не согласен на то что не согласен смириться с гнетом и оккупацией земель они говорят единственный путь решить проблему палестины это сопротивление а фатх хочет нет хочет чтобы и в секторе газа тоже не было сопротивления чтобы не было хамаса чтобы не было подготовки чтобы хамас отказался от вооружения и от любого проявления сопротивления сионистском режим в надежде в надежде полагаясь на то что сионистский режим проявит милосердие скажет вот вам 40 процентов территории вот это 50 процентов нашей территории давайте теперь жить как добрые соседи это вот наивное представление на западном берегу берегу существует поэтому естественно что это разные палестинцы и разные палестинские силы и так далее они давно от нас от нас отделились мы никакого отношения к ним не имеем я говорю а что там это джихад или не джихад он не говорит давайте делаем два атома давайте будем их варана материально он не говорит что там джихад я понял его позицию позвонил экс-министр по делам религии палестины он сейчас кадр куда верховный студия палестины советник президента палестины махмуд аббаса я уже до приглашал к нам я говорю уважаемый доктор господин министр махмуд хаббаш как было нормально я говорю мы собрали 200 долларов простые жители дагестана которые переживают за палестинцев собрали деньги мы не знаем какие деньги за перечислить он говорит у тебя есть две пути или как вы эти деньги как нам данный кадр его отправил нам когда выставил или отправляете к нам перечисляйте мы закупим медикаменты продукты питания и отправим газу или вы сами поезжайте в египет каир вы же знаете муфия египта может вдруг шоколадом им поезжайте и он вам организуют встречу с официальными организациями и через них вы можете отправить медикаменты я буду а у газа они сколько лет уже не с вами 16 лет говорю о том что что там творится он говорит я не хочу так громко говорит но это но я не хочу на 3 хода эти люди могли бы еще подготовиться лучше они могли бы подготовиться встречи на красную стану но странные какие-то рассуждения конечно что они могли подготовиться лучше но почему тогда вы не готовитесь то есть этот человек с которым он общался он представитель западного то есть палестинской автономии почему не готовить если речь о том чтобы готовиться опять-таки что касается сектора газа что касается хамаса да здесь важно понимать что подготовка о которой эти люди ведут речь это немножко такое знаете не совсем понятное явление почему потому что с одной стороны мы видим что весь мусульманский мир и все это вот то что мы наблюдаем это все тому яркость свидетельство весь мусульманский мир просто игнорирует проблему газа я уже не говорю о том что многие мусульманский мире наоборот поддерживают сианистский режим с одной стороны с одной стороны никто не поддерживает газу никто кроме ирана весь остальной мусульманский мир просто-напросто игнорирует проблему С другой стороны, положение, то есть сколько эти люди должны еще жить в таком состоянии, в таком униженном, оскорбленном, притесненном состоянии. Как вообще совесть людей позволяет говорить о том, что они недостаточно подготовились, надо было подготовиться лучше. Стыдно должно быть этим людям, я просто еле-еле сдерживаю эмоции, стыдно должно быть вам, людям, которые вообще ничем не помогали, никогда, палестинцам, никогда ничем не помогали. Вот сейчас 200 тысяч долларов, вы хотите покалеченных, убитых, раненых, хотите им помочь. А где вы были все эти годы? Почему только Иран помогал сектору газа готовиться к этому противостоянию, неизбежному противостоянию? Почему только Иран помогал вооружаться, почему только Иран их обучал, почему только Иран давал им оружие или деньги для покупки оружия? Почему? Где вы все остальные были? И какое вы сейчас вообще моральное право имеете говорить о том, сектор газа должен был лучше подготовиться? Как должен был подготовиться? Отжиматься больше? Как вы себе это представляете, вот в своем больном воображении? Как он должен был готовиться? Находясь в абсолютной изоляции, на самом деле находясь просто в большой тюрьме под открытым небом. О какой подготовке может идти речь? И кто вообще в мусульманском мире, кроме Ирана, хоть как-то способствовал вот этой самой подготовке, вот тому, чтобы сектор газа становился сильнее? Кто вообще этому способствовал? Единственный сосед, это была Сирия, и то вы превратили в руины эту Сирию, своими фетвами. Я сейчас говорю про мусульман, а не конкретно про вот этот вот муфтият, да, в принципе, мусульман, говорю. Превратили своими фетвами от джихади, превратили всю Сирию в руины. Что, кстати, опять-таки было сделано специально. Вот сейчас, да, многие говорят джихад, джихад, объявите джихад. И они, кстати, тоже в этой конференции обсуждают, объявлять джихад или нет. Но на самом деле они туда не пришли решать, объявлять джихад или нет. Они просто пришли объяснить, почему они отказываются объявлять джихад. По поводу этого пару слов скажу. Объявление джихада – это полнейшая бессмыслица. Во-первых, к этому это вообще абсолютно предсказуемое было явление. То, что сейчас происходит в Палестине, это абсолютно предсказуемое было событие. Абсолютно предсказуемое. Любой, кто вообще понимал, что происходит в Палестине, он должен был понимать, то это столкновение, оно неизбежно, рано или поздно вот это вот геноцид начнется в секторе газа. И самое вот печальное в этой истории в том, что есть на Западе лучше понимают. Я не говорю сейчас правительство, да, я говорю сейчас люди. Они лучше понимают положение палестинцев, чем в мусульманском мире. Как неудивительно. Смотрите на митинги в западных странах. Люди понимают. Люди прекрасно понимают, в чем вообще заключается эта ситуация. Они не просто так кричат свободу в Палестине. А посмотрите наряду с этим на мусульманские страны. На арабский, на Саудовскую Аравию, которая устроила неделю или месяц развлечений. Объявили грандиозные празднования, неделю развлечений или месяц, точно не знаю. Где вообще в Арабских Эмиратах или же в Кувейте происходят такие массовые шествия, как на Западе? Это все свидетельствует. Я уже не говорю про другие страны. Это исключение, да, редкость, что в мусульманских странах хотя бы митинги были. На Западе западные люди больше понимают, как неудивительно, угнетенность и положение палестинцев. Это о чем говорит? Говорит о том, что весь мусульманский мир находится в спячке. Только что, только сейчас проснулись, объявить джихад или нет. Какой смысл сейчас джихад объявлять? Надо было готовиться. Надо было осознавать ситуацию. Надо было как-то помогать, поддерживать палестинцев. До этого надо было помочь им готовиться ко всему этому, хотя бы к самообороне. Где эти арабские страны, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, которые обладают мощнейшей армией? Вы понимаете, Саудовская Аравия по всему миру входит там то ли в пятерку, то ли в шестерку стран, которые, скажем, по объему бюджета на вооружение. По объему бюджета на вооружение входит там то ли в пятерку, то ли в шестерку стран мира. То есть, оружия, военные техники у Саудовской Аравии огромное количество. Где ПВО, где еще что-то хотя бы, что они доставили и передали палестинцам. Хоть что-то. Какой сейчас смысл объявлять джихад? Ну, какой в этом смысл? Ну, это надо было, годами к этому готовиться нужно было. А сейчас, когда уже происходит то, что происходит, ну, объявили в джихад. Ну, например, вот в Дагестане. Я вообще не понимаю, это абсолютно бессмысленное собрание, не имеющее абсолютно никакого смысла. Ну, объявили в джихаде, что кто туда сможет попасть, в сектор газа? Кто их вообще туда пустит? То, что люди в Сирию попадали, когда вот эти кричали ваххабиты о джихаде в Сирии. То, что ваххабиты туда попадали, потому что мировые державы, в том числе Соединенные Штаты Америки, в том числе Турция, были заинтересованы в войне в Сирии. И сам Израиль был заинтересован в войне в Сирии. И они всячески способствовали тому, чтобы боевики, в том числе и вот из Дагестана, попадали в Сирию. Их привозили в Турцию 3-2-3 месяца. Они проходили там лагеря, обучались, потом они переправлялись в Сирию. Уже на поле боя, на фронт непосредственно. А кто вам будет помогать? Кто вообще позволит вам, кому-то вообще позволит попасть в сектор газа или еще куда-то? И как-то вообще воевать или противостоять сианинскому режиму? Египет, который вот стоит, соседом Палестины является, обладает своей собственной армией, но вообще ничего не сделала для того, чтобы как-то вот хотя бы попытаться притормозить или как-то вот пригрозить хотя бы сианистам. Хотя бы какие-то рычаги использовать для того, чтобы остановить все это резню в секторе газа. Поэтому абсолютно бессмысленная вещь, бессмысленная идея, джихад ли там или нет. Какой смысл в этом? Ну, джихад и что дальше? Ну, допустим, джихад там. Жители сектора газа предоставлены самим себе. То, что они до сих пор накопили из оружия, то, чему они научились, та военная инфраструктура, которую они выстроили, туннели и так далее. Вот все, что у них есть сейчас. И все. Все остальное абсолютно бесполезно. И ничем им не поможет. Ну, я имею в виду военная какая-то помощь или поддержка. Там вроде отправиться туда, в ряды Хамаса вступить и так далее. Это фантастика. А что вы еще обсуждаете здесь? Я вот, честно, не понимаю. Материальную помощь? А что тут обсуждать? Совершенно очевидно, что нужно помогать. А сможете вы помочь? Нет. Нету возможности помочь. Потому что это все изолировано, находится в окружении. Сектор газа. Это тюрьма. Как вы в тюрьму хотите доставить какую-то помощь угнетенному? Поэтому не могу понять, что эти люди вообще обсуждают и зачем, в чем актуальность. Тут далее обсуждается, что муфти там говорит, мы не объявляем джихад, потому что мы хотим поберечь наших молодых и так далее и тому подобное. Хоть 10 раз объявите джихад, ваши молодые туда просто-напросто не попадут. Никто не будет им способствовать. Опять-таки, повторяюсь, без помощи определенных стран, Америки, Израиля, Турции, вот эти ваши ребята из Дагестана, они бы не попали бы в Сирию. Это были спецслужбы, которые их туда переправляли. А кто будет переправлять кого-то в сектор газа? Кто в этом заинтересован? Как это можно на них нападать? Это их ошибка. И каждый, который сейчас умер в секторе газа, это вина именно хамасовцев. Он говорит. Это его слова. Могу позвонить. Вот, пожалуйста, дух на западном берегу. Каждый, кто умер в секторе газа, это вина хамасовцев. Во всем виноват хамас. Не Израиль, который угнетает жителей сектора газа. Не Израиль, который оккупировал палестинские земли и обращается на их худшим образом, попирает все самые элементарные права жителей сектора газа. А виноват хамас, который еще смеет огрызаться. Условия джихада там нет, говорит. Потому что мы слабее, а они сильнее. Не знаю, о каком вы джихаде говорите. Когда вам приходят и бьют по голове, то, чтобы ответить и как-то защищаться, не нужно быть сильнее своего, скажем, обидчика. Это нормальная, вполне естественная реакция на угнетение. Когда ты просто реагируешь на это. Как-то пытаешься задеть, как-то пытаешься ответить ему. Люди вообще в другой реальности живут, честно слово. То есть мне вот этот вот все, весь этот абсурд, который я наблюдаю, то, как мусульмане все это представляют, не мусульмане намного лучше знают, что там происходит. Намного правильнее представляют то, что происходит в Палестине. А вот наши же просто какой-то абсурд просто. У них в голове просто какая-то непонятная. Что-то непонятное абсолютно. Нет условий джихада, говорит, надо было сильнее стать и так далее и тому подобное. Ну хорошо, давайте тогда каждый раз, когда нас бьют, мы так как слабее будем просто терпеть эту боль, унижение, оскорбление. Не знаю, мне это кажется крайне странным очень. Я вижу здесь какие-то глубокие, глубокие какие-то болезни. Вижу какие-то глубокие проблемы, корни которых надо и поискать. То есть нужно исследовать корни, откуда, почему мы такие подобрать какое-то подходящее слово, чтобы никого не оскорбить еще. Почему мы такие отсталые? Ладно, в голову на самом деле приличные слова не приходят, а дни оскорбления. Я говорил, говорю еще раз, и в будущем буду говорить, еще раз повторюсь, от нас очень многое зависит. В вопросе с Палестиной, с сектором газа от нас очень многое зависит. Не так, что мы ничего вообще не можем сделать. Это, во-первых, выработать правильную позицию, которой нет у этих людей. У всего мусульманского мира нет вообще правильной позиции, правильного понимания, что там происходит. Западные страны, западные правительства, в том числе и ООН, навязывают всему миру абсолютно несправедливое, наглое, тираническое видение проблемы в вопросе. Проблема и вопроса Палестин. Но даже на уровне видения ООН у мусульманского мира нет представления. Я на днях видел видео из Саудовской Аравии. Некий человек, написано было, что он какой-то писатель саудовский. Из всех этих речей понятно, что они вообще не понимают, что там происходит. У них нету просто даже самой элементарной правильной позиции по палестинскому вопросу. Этот саудовец говорил, что Палестина – это земля, земля иудеев. Они там должны жить. Поэтому Хамас и вообще палестинцы не имеют права никакого сопротивляться. То есть саудовцы могут прийти, их убивать, вытеснять, выгонять из домов, из своей страны. Палестинцы будут вынуждены жить в лагерях беженцев, в палатках, в ужасных условиях. Сианисты имеют право унижать их, оскорблять их, всячески притеснять, убивать. Но палестинцы не имеют права вообще что-то делать, как-то им отвечать. Вот, то есть у нас даже такая позиция есть в мусульманском мире, понимаете? Это, во-первых, правильное понимание ситуации, правильная позиция и распространение этой позиции, этого видения. В меру своих возможностей, в меру своих ресурсов. Нужно это распространять. Так или иначе, то есть вот эта вот ситуация в секторе газа, то, что сейчас происходит, это очень сильно на самом деле расшатало сианистский режим. И любое здесь, любое усилие в этом направлении, какая-то работа, информационная работа, скажем, продвижение и освещение и актуализация вот этой вот палестинской проблемы, оно просто добьет в дальнейшем весь сианистский режим. Поэтому нужно, то есть в этом направлении необходимо то, что это то, что мы можем сделать. То есть чтобы народы выработали правильную позицию, эту позицию провозглашали. Это, конечно, в первую очередь актуально для мусульманских обществ. Хотя мы видим, что здесь именно в этом вопросе, в этом случае впереди всей планеты, именно западные страны, видим ежедневно митинги в европейских странах, в американских городах. А саудовские, например, подданные или подданные Арабских Эмиратов, или Египта, граждане Египта, или других каких-то мусульманских стран, региона, они могли бы просто вынудить свои правительства на то, чтобы они что-то посерьезнее сделали. Но мы видим, что этого не происходит. А в данном случае, в случае с этими товарищами, у них даже понимания нет. Самого элементарного понимания, не говоря о том, чтобы у них была правильная позиция, и как-то они эту правильную позицию декламировали и провозглашали. Я говорю, мы хотим отправить к вам помощь, пострадавшим, ахлу Газа. Он говорит, пожалуйста, приезжайте, мы вам сделаем встречи, покажем по телевизору, что как положено, видео, что сделаем, это и все. Я говорю, а мы сможем туда попасть? Газа. Он говорит, нет. Я могу вас сопроводить до города Сина. И там есть граница, туннель, называется Рафах. Куда туда могу вас сопроводить. Оттуда дальше ни ты, ни я туда не попадем. Мы можем закурить в фуры, медикаменты, попадут в питание и отправить туда. И там наши люди видео, что сделают. Я говорю, я понял. Я иншаллах советую с муфтин, с фондом инсан и вам сообщу. Я говорю, это все понял. Но то, что там сейчас полиция, это что? Он говорит, делать это. Я от него не услышал своего дихад. Он звонил в муфтин Дамаска. Сейчас нет в муфтин Дамаске. Он ректор Санкт-Петербурга Аль-Хаттаха. Сдавал его Аль-Хаттаха. Недавно я его сюда приглашал. Я говорю, он мой прямой учитель, прямой шейх. Я говорю, шейх Аль-Хаттах, вы же курсы, что там творится? Он говорит, да. Вот что вы скажете? Он говорит, я каждый день плачу. Каждый день делаю дуа, призываю всех людей, делаю дуа, всех учеников, детей. Мы можем им помочь материально и морально. По-другому никак. Когда онаете,ántный плачу, он не college. Когда он говорит, это такое чудо. Кто скажет, это всё, что происходит? Как у них идет Министром Богдана Он говорит, что там муфти иордание. верховне муфти иордании шейх Абдукарим Хасавина, я его лично знаю, ему звоню, я знаю еще лет 10 назад, он был муфтием, потом ушел, сейчас снова стал муфтием, говорю, я вам звоню по такому делу, что вы скажете, он говорит, давайте поможем, поддержим Ахлу Газа, я говорю, джихад на джихад, он говорит, как дела, отходит от темы, потом звоню к министру по делам религии святым иордании, доктор Мухаммад Абдукарим Аль-Халайла, он бывший в верховне муфти иордании, уже 5 лет как стал министром, я его знаю, когда он был еще председателем муфтията иордании, 15 лет я его знаю, ему говорю так, он говорит, это очень трудный вопрос, но я с ним дружу, он говорит, это очень трудный вопрос, он говорит, большая разногласия, почему, говорит, я сюда писал, потому что, говорит, Ахл Газа, Ахл Газа, они, говорят, отделились с Палестиной, воюют против Палестии 16 лет, это Ахл Газа, сектор Газа, это маленький городок на берегу моря, 360 километров квадратных. Вот, пожалуйста, очень интересное видение в арабском мире, то есть в Ордании, что то, что сектор Газа упорно сопротивляется сионистскому режиму, это осуждается в арабском мире. А то, что делает Махмуд Аббас абсолютно бездействие, то есть сейчас то, что палестинская автономия вообще как-то существует, то, что вообще жив Махмуд Аббас, на самом деле это заслуга Хамаса, это заслуга сектора Газа, это заслуга Хизбаллы, это заслуга сил сопротивления. Если бы не было бы сопротивления, уже давно бы всех остальных жителей Палестины просто-напросто выгнали бы из Палестины, уже все остальные давно бы скитались бы по миру, жили бы в разных лагерях беженцев. Но вот наш воспаленный ум, наше воспаленное восприятие реальности воспринимает сопротивление как нечто такое враждебное, плохое. Сопротивление к гнету, тирании, оккупации, сопротивление оккупации воспринимает как нечто плохое, осуждает это. Вот чтобы вы понимали, я не думаю, что этот человек говорит неправду, у меня нет сомнения, что это на самом деле так. То, что он поговорил с этим иорданцем, с этим шейхом, и он ему реально такое сказал, что Хамас плохие, они там такие, они отделились и воюют с палестинской автономией, которая просто-напросто сдалась. Палестинская автономия, которая сдалась и полностью вручила свою судьбу в руки сианистам. Сианистам, которые просто ждут удобного времени, чтобы снести полностью западный берег, палестинскую автономию. Вот, пожалуйста, позиция мусульманского мира, которая является причиной тех бед, которые переживают сейчас палестинцы. Адратный километр. Шесть километров ширина, 45 километров длина, всего лишь. И ограничена стенами. Длина стены 2,5 метра. И оттуда выход есть только Израиль и туннель из города Сина, Египта. Горница называется Рафах. Туннель называется Рафах. И они говорят, там маленькую в таком городке тоже между собой воюют. Там, говорит, есть, вот я написал, Харакату Хамас. Это, говорит, основным, во первых, Харакату Хамас. Потом, Харакату джихад аль-Ислам. Харакату Катаеб из-за Дин-Кассам. Харакату аль-Акса. Харакату Катаеб шухадай л-Акса. Вот эти все. Ну, это, конечно же, какая-то вообще. Из-за Дин-Кассам. Катаево из-за Дин-Кассам. Это военное крыло Хамаса. Сарай аль-Акутс – это военное крыло исламского джихада. Они, ну, я не знаю, откуда они это берут, что они воюют или враждуют между собой. Может, есть какие-то разногласия по поводу военной тактики, по каким-то другим деталям противостояния сианинскому режиму. Но по поводу того, что они воюют между собой, это, конечно же, понятное дело, наговор. У них очень хорошие отношения, они сотрудничают. То есть достаточно просто посмотреть несколько интервью с лидерами Хамаса или исламского джихада, чтобы понять, что они очень тесно между собой сотрудничают. Ни о какой вражде или тем более в войне между ними речи идти не может. Но, опять-таки, это не означает, что у них нет каких-то разногласий по поводу каких-то методов или каких-то конкретных военных тактик. Все подразделения, вот эти все движения Харака внутри одного маленького города. И они между собой не полагают, между собой все время воюют. И поэтому хамасовцы захотели показать свои силы. Они хотели показать, что они могут выйти против Израиля. И, оказывается, до войны, до теперешней войны, там проживало 2,5 миллиона человек. Из них 1,2 миллиона детей. Уже погибло более 9 тысяч человек. Из них 3,2 тысячи детей, остальные старики и женщины. Если бы они подготовились бы как положено, если бы они чуть отложили бы... Чуть отложили бы. Если они подготовились бы получше и чуть отложили бы. Чуть это сколько? Как они должны были готовиться? То есть они должны были подождать, пока у них будет ПВО, например. Когда они создадут ПВО, чтобы сбивать самолеты, истребители, ракеты. То есть обвинять во всем хамас. То есть тенденция в этом, всего этого обсуждения. То, что хамас виноватый. Они поспешили рано. Надо было подождать, пока вообще окончательно мусульманские страны договорятся с сионистским режимом, в том числе и договориться с Саудовской Аравией, заключит соглашение, нормализует отношения с сионистским режимом. Чтобы окончательно уже полностью положили конец и Палестине, тем палестинцам, начиная с сектора ГАЗ, заканчивая палестинской автономией. Но, опять-таки, по поводу, говоря о операции, которую провел хамас, нужно заметить, что на самом деле, несмотря на всю трагедию и всю эту сложную ситуацию в секторе ГАЗа с гражданским населением, с детьми и женщинами, хамас достиг просто невероятного успеха. Просто невероятного успеха. Такого успеха, я не помню, никогда такого не было. Но никогда такого не было. То, что сейчас мы наблюдаем, это беспрецедентная победа Палестины. Беспрецедентная победа с сектора ГАЗа. Как-то один иудей, я точно не помню, как зовут, какую должность занимал в сионистском режиме. Один сионист как-то рассказывал такую историю, что он как-то общался с арабом, и араб ему сказал, что мы вас победили. И там какая-то, я сейчас не помню, о каком годе идет речь, но там что-то похожее было. Ну, может, с меньшими жертвами со стороны гражданского населения. Но что-то было, была похожая ситуация на сегодняшнюю. То есть, были какие-то столкновения с сионистским режимом, и наряду с этим сионистский режим просто беспощадно уничтожал гражданскую инфраструктуру и гражданское население в секторе ГАЗа. Но, несмотря на это, араб ему сказал, что мы вас победили. И тот удивился, я, говорит, удивился, спросил, а как это вы победили? В смысле вы победили? Мы уничтожили вас, ваши города, и столько людей поубивали. Он сказал, то, что мы, то, что вы страдаете, это наша победа. То, что вы сотрясаетесь, это наша победа. И этот дух, это состояние угнетенного человека. Он и так угнетен, он и так вущемлен, он и так унижен. Его права и так попираются. Организация объединенных наций, которая, скажем так, не самая лучшая организация вообще в мире, не самая добрая и благая организация в мире, но эта организация ежегодно, множество раз, констатирует факт попирания прав человека сионистским режимом. И это с учетом того, что организация объединенных наций это произраильская организация. Произраильская. Но даже несмотря на то, что это произраильская организация и устроена она так, что по своей, скажем, природе поддерживает сионистский режим, но все равно даже эта организация не может молчать перед теми преступлениями, изверствами, которые творит сионистский режим. И поэтому мы ежегодно наблюдаем резолюции одна за другой, одна за другой, осуждающие действия, военные преступления, попирание гражданских прав, попирание прав человека, нарушение прав человека, применение запрещенных видов оружия и так далее, и так далее, и так далее. То есть, сектору газа, что терять? Что палестинцам терять? Они и так живут в худших условиях. Но, естественно, они побеждают, когда в хотя бы похожей, отдаленно похожей ситуации оказываются угнетатели, оккупанты, притеснители. Это раз. То есть, с точки зрения угнетенного, страдания угнетателя, даже если это страдание обходится ценой страдания самого угнетенного, или удвоенным страданием самого угнетенного, это победа угнетенного. Победа угнетенного. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, какой резонанс по всему миру. Я всегда, сколько себя помню, всегда интересовался палестинским вопросом. Всегда. Всегда этот вопрос меня волновал. Я всегда следил за тем, что происходит в Палестине. Всегда сочувствовал трагедии палестинского народа. И никогда, я никогда не помню, за всю мою жизнь никогда не помню, чтобы палестинский вопрос имел такой резонанс по всему миру, как сейчас. Даже российское общество, даже в России, как сейчас, какая вообще обстановка царит в обществе? Ну, по крайней мере, в СМИ. За редким исключением мы видим, что лидеры мнения российского общества поддерживают палестинцев и уже начинают осознавать и понимать, что вообще происходит в Палестине. И в каком состоянии вынуждены жить палестинцы? Ну, за редким исключением. За исключением некоторых самих сионистов и русскоязычных израильтян. Не говоря уже о Западе. Люди на Западе, я не исключаю того, что просто вынудят свои правительства и власти. То есть, все идет к этому. Вынудят свои правительства, свои власти отказаться хотя бы частично от поддержки сионистского режима. И хотя бы... То есть, мы можем дойти до такой точки, если таким ходом все пойдет, что западные страны притормозят сионистский режим и начнут осуждать за все то, что они творят сейчас. за все эти военные преступления и зверства, которые они творят с всех как три газа. И это, конечно, все заслуга Хамаса. Это победа Хамаса. Это победа палестинского сопротивления. То, что проблема, палестинская проблема стала вопросом дня и то, что люди на него обратили внимание и то, что люди уже начинают видеть истинную суть, истинное лицо сионистского режима и начинают сочувствовать палестинцам и понимать их проблему, их горе, их трагедию, это победа. Это серьезная победа палестинского сопротивления, вне всякого сомнения. Это нападение, если бы они чуть отложили бы это нападение, чтобы подготовиться еще сильнее и напали бы, может, что-то было бы другим. Потом я говорю, уважаемые, ну что вы скажете? Что нам сказать нашему народу? Мои родственники, мои друзья, коллеги, другие работники муфтията, муфтии, мне звонят, как эксперт, как международный, мне звонят спрашивать, что нам делать? Скажите, что это джихад для ахл-газа. Почему? Потому что они защищают свои земли, свою честь и достоинство. И все, кто там воюет, они мучахиды. И кто там умирает, они шахиды. А нам оберегают там джихад, как это мы можем оберегать? Это арабы говорят, не мы даже, арабы, вот муфтии говорят. Как это мы можем в арабском мире происходить, это, конечно же, тотальный страх перед Западом. Как-то сами палестинцы, кстати, Зиад Аль-Нахаля, лидер исламского джихада, как-то говорил, что причиной, одной из причин, одной из важнейших причин введения против Ирана санкций является позиция по палестинскому вопросу. Позиция Ирана по палестинскому вопросу одна из важнейших причин, почему Запад вводит уже более сорока лет против Ирана вводят санкции. И на самом деле Иран это самая серьезная проблема сианитского режима. То есть это одна из причин. А если вдруг вот эти же вот марионеточные, трусливые арабские страны начнут какую-то более-менее приближенную к правильной позиции позицию выстраивать, то санкции, еще какие-то другие меры будут к ним применяться. И я уже не говорю о том, что во всех этих арабских странах, о которых он говорит, существуют американские базы. То есть там дислоцируются американские силы. А они не просто там, не ради красоты там находятся, понимаете? Не ради красоты американские базы располагаются в тех или иных странах. Эти базы являются фактором политического и экономического влияния на те или иные страны. Они контролируют власти через эти военные силы. сила Запада, сила Америки не только в том, что они дают уникальные и качественные культурные продукты, кинематограф, музыка, еще что-то в этом роде, техника. Нет. Их преимущество, еще в их основное преимущество Запада и западной цивилизации, это их военная мощь. Основная причина их гегемонии это их военная мощь. Поэтому вот эти страны они не способны, эти арабские страны они не способны. Им нечем противостоять против, у них нет ни идеологии, у них нет ни доверия среди народа, у них ничего нет. И они полностью зависимы от Запада. И когда мы сегодня говорим, что вот у нас проблема, это проблема не сегодняшняя, это проблема многих лет. На протяжении многих лет мусульманские страны вели себя как бесхребетные, безвольные, безидейные имбецилы. Вот корень проблемы. потом дальше я звоню другим богословам из арабских стран. И один богослов мне говорит, Эмираты, Саудия, Бахрейм, Марокко и Судан, они подняли руку. Они сказали, мы не будем воевать против Израиля, потому что у нас есть подписанный доктор сотрудничества. У нас есть наши посылы там, их посылы у нас. Мы не будем против воевать. Пожалуйста. Кого он перечислил? задумываться о том, где мы, что мы не так сделали, где мы ошиблись. Все идет хорошо. Давайте так же и продолжать. Все ведь хорошо. Все прекрасно. У нас с Израилем договор, мы с ним воевать не будем, у нас отношения и так далее и там подобное. Все прекрасно, все отлично, все таки должно быть. Ничего, никаких ошибок мы не совершили. Все хорошо. И задумываться над ошибками и над тем, что мы не так сделали, что не так с нами не нужно. Все хорошо. Потому что у нас есть подписанный доктор сотрудничества. У нас есть наши посылы там, их посылы у нас. Мы не будем против них воевать. Мы будем помогать сектору газу. Материально и морально. Но мы воевать против них не будем. Тунис и Алджир, Джазаир, они объявили войну. Официально они объявили войну против Израиля. Также Сирия, сирийские шииты, ливанские шииты Хезболла, иракские шииты и еминские шииты. Вот они, шииты, объявили войну против Израиля. А суннити не объявили. Они сказали, мы будем помогать морально и материально. Будем делать дуа для ахлу сектора Хаза. Я вчера звонил к министру подулам религии эмиратам. Я говорю, Мухаммад Мухаммад Мат Аль-Ка'би к чему к чему он это говорит, что шииты объявили войну, сунниты войну не объявили. Он говорит, что там нет джихада. Он к этому все говорит. Он говорит, что ни сунниты, суннитские ученые, суннитский мир джихада не объявил и не воюет никоим образом с сионистским режимом. Просто вот давайте дуа делать, давайте отправлять гуманитарную помощь в сектор газа и как-то деньги отправлять, чтобы они могли отстроить свои больницы и так далее. Подобно могли купить себе медикаменты или еще какие-то другие твои нужды удовлетворить. А как-то противодействовать весь, то есть он говорит, суннитский мир такой, как-то противодействовать сионистским режимом, как-то бороться с сионистским режимом. Нет, сунниты не считают это нужным. Это не нужно. А то, что шииты, ну это же нельзя на них ориентироваться. Это же шииты, они там воюют, ну и шииты, что с шиитов взять-то? Он к этому говорит. То есть они сидят и разбирают, а как нам относиться к этой проблеме, к этому конфликту, какое отношение выстраивать. И он приводит доводы, то есть доказательства того, что никакого джихада там нет. И одним из доводов является то, что в суннитском мире никакого джихада объявлено не было. Единственные, кто объявили и как-то воюют с Израилем, это шииты. А мусульманские, суннитские страны, суннитские государства, суннитские ученые ничего такого не говорят, ничего такого не объявили. Он к этому говорит. Я к чему это сейчас? То есть то, что он говорит, то, что он констатирует, факт, который он констатирует, все это в совокупности должно для нас стать сигналом к тому, чтобы задуматься, что здесь что-то не так. Что-то не так происходит в мусульманском мире. Здесь какая-то ошибка, которую надо в срочном порядке определить и ликвидировать, исправить эту ошибку. Есть какой-то корень здесь, который необходимо исправлять. Я говорю, что вы скажете по поводу того, что Мухаммад мадар религии Эмиратов. Я говорю, уважаемые, я говорю, Мухаммад мадар кааби. Я говорю, что вы скажете, по поводу того, что творится Ах-Бхаза. Он говорит, я каждый день плачу. Мне очень жалко этих людей. Они не сегодня находятся под угнетением под зумом. Они 75 лет находятся под зумом. Их уничтожают, оскорбляют, им кислород закрывают. 75 лет их уничтожают, угнетают, а мы ничего не делаем, мы бездействуем, мы наоборот налаживаем отношения и нормализуем отношения с сианинским режимом. Все правильно, так и должно быть. Вот как бы все хорошо, никакой ошибки, никакой проблемы, все правильно. Ну, мы же только что можем делать? Мы можем делать, да. Хотя бы не устанавливайте дружеские отношения с сианинским режимом. Ну, хотя бы. Объединенным Арабским Эмиратом. это касается Объединенных Арабских Эмиратов. То есть вы послами обменялись с Израилем. Вы отношения нормализовали, дружеские контакты установили с сианинским режимом. Может, хотя бы этого не делать? Может, хотя бы этого не нужно было делать? Что вы можете сделать Объединенным Арабским Эмиратом? Я не знаю, вы видели или нет, но министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов после этих событий выступала в ООН и осуждала жителей сектора Газа, осуждала Хамас, осуждала палестинское сопротивление. Может, хотя бы правильную позицию выстроите по этому вопросу? Может, хотя бы начнете говорить, как-то поддерживать палестинцев и говорить об их трагедии, об их проблеме? Что мы можем сделать? Не лицемерие ли это? Или что это? Как это назвать? им кристалл закрывают. Но мы только что можем делать? Мы можем делать два. Это говорит геноцид. Уже говорят, что 30 стран обратились к правителям Израиля прекратить эту войну. Они просят открыть туннели, они просят открыть границы, чтобы люди могли переехать оттуда на более безопасные места. С 67 года палестинцы да, просим Египет открыть границу, чтобы все жители газа, сектора газа могли покинуть свои земли, поселиться где-то в лагере палаточном или в каком-то другом лагере и больше никогда в свои дома не вернуться. Просто-напросто наберите лагерь беженцев в Ютубе. Наберите лагерь беженцев в Ютубе. Есть эти лагеря в Сирии, есть эти лагеря в Иордании, есть эти лагеря в Ливане. Они точно так же в результате геноцида покинули свои дома, думали, что вот сейчас все уляжется и вернемся обратно. И в итоге они оказались в наихудших условиях. В итоге они живут уже десятки лет в ужаснейших невыносимых условиях. Просто наберите в Ютубе лагерь беженцев, палестинский лагерь беженцев и посмотрите много репортажей, много видео про это. Посмотрите, как они живут, в каких условиях живут. Открыть границу с Египтом, чтобы все ушли и больше никогда не вернулись. и чтобы сианинский режим застроил поселения в секторе газа. Новые города построил там. Идеально, гениальная идея. Идеально, и подрум. Они, более, более 5 миллионов человек, палестинцев, находятся в западе Белом Палестине. Иорданы, Сирии, Турции, Алжирии, Египте. Когда я учился в Сирии, моими соседями были все палестинцы, беженцы. 67-го года они не могут вернуться в свои земли. Мы сейчас осуждаем, осуждаем Израиль. И мы, вот вы сами сейчас осудите, смотрим ну и после этого апеллят джихад. Люди, которые даже не знают, что такое джихад, не знают ситуацию, которая там сейчас происходит. Джихад, людям нужна смута. Людям нужна война. Им нужно что-то сделать. На самом деле, какой джихад? Кто-нибудь вообще понимает, что он говорит? Я лично уже потерял логику какую-то вообще, какой-то замысел в его словах. А что смута людям нужна? Люди, которые не понимают ситуации, хотят объявить джихад. Уже вообще то есть и все ради весь этот абсурд, который он говорит, все это для того, чтобы просто не высказать правильную позицию, не объяснить ситуацию, которая там находится. Вот и все. Просто скажем так, все это для того, чтобы просто проигнорировать проблему. Все это для того, чтобы просто усыпить бедительность людей. Вот и все. Я других каких-то целей и другого смысла в том, что он говорит, не вижу, потому что это какой-то абсурд, бессмысленность наезжает. Они же знали, что они проиграют. Они знали, что у них нет ничего. Все это ради чего говорится, я не понимаю. Они же знали, что там будет, кто их просил. Человека бьют, он отвечает, и потом мы говорим, кто тебя просил отвечать. то, что ты не помогаешь угонеченному, это позор тебе. Это твой позор, это несмываемый твой позор. Опять-таки, я не говорю поехать туда, сражаться, это невозможно, это не получится сделать. И вообще такой джихад объявлять это бессмысленно. Если хотите помочь сопротивлению, пожалуйста, вот есть Хизбалла, который сейчас очень большую работу делает. Можно, скажем, какие-то, скажем, возможности в этом направлении искать, какие-то выходы искать, но хотя бы, то есть, помощь, она может быть разной. Можно пойти и сражаться в рядах сил сопротивления, что сейчас невозможно. Можно каким-то другими способами и одним из способов которых является хотя бы сейчас мир, в котором мы живем, это мир информации. Информация сейчас и правильная позиция, и информационная война играет очень большую роль. И сами палестинцы об этом говорят, что то, что они делают на поле битвы, битвы, менее важнее, менее важна, чем информационная война, чем медийная война. Вместо того, чтобы обвинять Хамас в том, что происходит, что совершенно несправедливо и совершенно неверно и абсолютно бесчестно. Может, стоит просто осудить Израиль и просветить, в том числе и жителей Дагестана, просветить людей и объяснить, в чем вообще, каково обстоятельство, что там вообще происходит, кто виноват, кто не виноват и так далее, а не обвинять Хамас во всем этом. Пять тысяч бомб собрали и тут самодельник. Два дня бомбили Израиль, а что они что делают? Они встят. Они спровоцировали, возбудили их. Сейчас этот Махмуд Хабаш, верховный судья Халестине, говорит, ты как можешь от меня сказать, за каждую кровь, пролита в данное время в Халестине, то есть в секторе Газа, ответил за это именно Харахату Хамас. Они спровоцировали. Можно было этого избежать. Вот, пожалуйста. Это называется, я не знаю, как это называется, но что-то похожее на Стокгольмский синдром, что ли. Это логика и дух жертвы, вечной жертвы, униженной жертвы и привыкшей к унижениям жертвы. То есть это вот какая-то какое-то бесчестие. Это логика и мышление людей обесчищенных, у которых нет чести. Когда человека бьют, еще раз привожу этот пример, когда человека бьют и он отвечает, пусть у него нет сил, пусть у него недостаточно сил победить своего врага, но он чем-то хотя бы отвечает и говорит, вот ты виноват, вот ты. Это воспаленная логика. Это больная логика. Это логика бесчестных, обесчищенных людей. Он говорит, если они 75 лет были оккупированы, если они 75 лет были в таком положении, можно еще подготовиться. Поэтому вы сами сейчас судите, я вам рассказал то, что я знаю, то, что я сделал анализ. Ассаламу алейкум варахматуллахи варакатуллахи варакатуллахи И насчет вот это вот, то есть постоянно говорят, нужно было подготовиться, нужно было подготовиться. Это на самом деле абсурд и такой бред, просто ужаснейший бред полагать и думать, что люди, которые находятся в тюрьме, могут вооружиться и обрести такую военную мощь, что начнут превосходить государство, которому помогает весь мир. Смотрите, просто помощь от Соединенных Штатов Америки, хотя Израилю помогает не только Америка и все европейские страны так или иначе поддерживают материально вооружением, технологиями и так далее, поддерживают сионистский режим. И вот этот весь мир рука об руку вооружает, пичкает сионистский режим всеми видами оружия и вы хотите, чтобы вот эта небольшая территория обездоленных, угнетенных, притесненных и всячески притесняемых и лишенных самых элементарных человеческих прав создали какое-то оружие или какую-то армию превосходящую сионистскую. Единственное, что я за этим прослеживаю, это желание подсобить и помочь сионистскому режиму и все. Вот то, что я не знаю, возможно, это не его идея, какой-то подонок эту идею ему подсказал, да, но он говорит, это верховный судья Палестина, имеется в виду верховный судья на западном берегу в Палестинской автономии. Хабаш, Махмуд Хабаш, он, по-моему, сказал. То есть мы видим, что это сионистская логика, та логика, которую хочет мусульманам навязать сионистский режим. То есть мы вот этим вот речами по сути помогаем сионистскому режиму и делаем палестинцам еще хуже, усугубляем еще больше их положение. и кстати, одной из стратегий сионистского режима, они там очень много пропагандистских приемов используют в том числе и в иностранных СМИ. Одним из методов сионистского режима является то, что они хотят вот этими, в том числе вот этими. они еще в 2006 году преследовали эти цели и сами открыто заявляли об этом, что мы хотим уничтожить столько мирных людей, мирных жителей, чтобы жители Газы сами восстали против Хамаса, чтобы возненавидели Хамас. Но у них до сих пор это не получилось. жители сектора Газы достаточно стойкие, они прекрасно все понимают, они проницательны и достойные люди там живут. И у сионистского режима не получается выставить виновником бед палестинцев Хамас и действия Хамас и действия палестинского сопротивления. Но нет, вот у нас появляются мусульманские проповедники, мусульманские лидеры, лидеры мнения, которые служат рупором сионистской пропаганды и говорят во всем виноват Хамас. Говорят, что вот за каждую убитую душу, за каждого убитого в секторе Газа человека будет отвечать Хамас. Вы же слышали это только что он сказал. В секторе Газа ответы за это именно Халестин. За каждую кровь, пролита в данное время в Халестине, то есть секторе Газа. Ответы за это именно Халестин. Халестин. Это ровно то, что ожидает и то, что ждет от мусульман сионистский режим. Ну, браво, браво, то есть весь Запад кричит «фри, фри, Палестайн», а мы выходим на мембары, берем микрофоны, мусульмане, да, я имею в виду, мы, и говорим «во всем виноват Хамас». Откуда этот дух у вас? У ислама нет такого духа, в исламе чуть по-другому. Душа и дух, который воспитывается в исламе, он совершенно другой. Ислам учит совершенно другому, и другой дух воспитывает в человеке. Откуда это у вас? Откуда это мышление у вас? Откуда это отношение у вас? Поинтересуйтесь, немножко покопайтесь в этом вопросе. Жертвы вечные, то есть жертвы не по факту, а по духу. жертвы, причем из тех категорий жертв, которые являются виновными в своей жертвенности. Это как человек, который угнетает, которого угнетают, угнетенный человек, довольный своей угнетенностью. Чем он лучше угнетателя? Человек, который доволен своей угнетенностью, доволен своей слабостью, беспомощностью, униженностью и никак не протестует против этого своего состояния, чем он лучше угнетателя? Чем он лучше? они спровоцировали. Если они срубятся, поэтому вы сами сейчас судите, я вам рассказал то, что я знаю, то, что я сделал анализ. Ассаламу алейкум варахматуллахи 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 здесь еще есть интересные слова самого муфтия, я не знаю, смогу я его найти, эти слова, если найду, обязательно обратим на это внимание. Просто гениальная речь, очень печально, что мусульманские лидеры вот такие вот у нас мусульманские лидеры по всему мусульманскому миру. То есть то, что Шихабудин приводил, Шихабудин его зовут, я извиняюсь, если неправильно произношу его имя, то, что Шихабудин перечислил, он же передавал слова практически всех религиозных деятелей арабских стран. Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и так далее, и так далее, и так далее. Не надо, надо думать. Вот то, отвечает, тяжело. Не надо, надо сказать, джихад, легко. А по последствиям отвечают, тяжело. Не надо, надо думать. Вот то, что говорил Имам Шамиль Рахима Аллах, Манта Факкара Бил Алах Иби Лам Яща, так же говорил, во время войны это немирное время. То есть, он говорит, что тот, кто думает о последствиях, то есть, осуждение того, кто думает о последствиях. Тогда человек идет напротив меня с оружием в руках, если я подумаю, если меня убьют, то моя семья будет страдать, извиняюсь, я больше тебя трогать не буду. Время нету там. Нам надо сразу первым вести. Это во время войны. Мирное время. И Аллах Ибах надо думать. Какие последствия будут? Кто будет страдать? То есть, это муфтий. Это муфтий, который не знает, что война идет уже многие десятки лет. Война в Палестине, в том числе в секторе Газа, идет многие десятки лет. А он думает, что война началась 7 октября. А это муфтий, это лидер мусульманский, да? Какой никакой, но лидер. Ну, как тут не заплакать от такого невежества и такого вот плачевного состояния? как тут спокойно вообще к этому относиться? Даже они кто-то мудрые? Они что думают, это кто-то от того, что там 1200 человек убили, что они оттуда убегут, что ли? Я думаю, они вот это 1200 человек были старики. То есть он говорит, то, что сделали палестинцы, они что думают, что они тем самым заставят сианистов убегать? Да, заставят, заставят. Один человек недавно сказал, что, а куда, куда они все, неужели вы думаете, что все эти сианисты просто здесь возьмут и уйдут или что-то пропадут куда-то? Да, именно так, именно так. это самый лучший вариант решения вопроса. Почему? Потому что у абсолютного большинства граждан Израиля есть двойное гражданство. У них есть другое гражданство из какой-то другой страны, европейской, России, стран СНГ и так далее. Им не составят большого труда просто взять и переселиться. Что они, иншаллах, с позволения Аллаха в ближайшее время успешно сделают. Благодаря сопротивлению сделают. Это непременно произойдет. В этом нет абсолютно никакого сомнения. Израильский режим, сианистский режим не способен выжить. Это не жизнеспособное образование. Да, если бы обстоятельства если бы не было бы революции в Исламской Республике Иран, да, все было бы прекрасно. Уже давно была бы оккупирована вся Палестина, уже давно было бы оккупировано Ливан, Сирия, уже мы наблюдали бы в регионе большой Израиль и и ничто не угрожало бы сианистскому режиму. Да, тогда да, но сейчас, когда в регионе столько сил сопротивления Йемен, Хоситы в Йемене, Хизбалла, палестинские силы сопротивления, огромные силы сопротивления в Сирии, в Ираке, не способно. Это просто не жизнеспособное образование. Все эти сианисты с двойным гражданством просто-напросто возьмут и уедут в свои страны, откуда они приехали, где у них есть уже все необходимые условия для жизни. А так жить со всеми этими силами сопротивления в регионе, постоянно подвергаясь обстрелам, атакам, угрозам, сиренам, не за что, не за чем им там жить. Поэтому, да, они уедут. Помяните мои слова, они все уедут. Все, ближайшее будущее не будет Израиля. Не знаю, сколько лет, но пусть 10 лет, пусть 20 лет, пусть 30 лет, не важно. Сроки не важны. Но это сопротивление приведет к именно тому, что сианисты просто разъедутся по всему миру. Ну, когда они разъедутся, ни о каком сианистском образовании уже речи идти не может. Кстати, это про нее уже доказано. Есть множество свидетельств, множество материалов, что женщины и детей убивали сами сианисты. Есть много кадров, в том числе видеокадров с я не знаю с чего это, или это кадры с беспилотника, или же с вертолета, или с истребителя, я точно не знаю. То есть какого-то летательного аппарата, самолет или что-то в этом роде имеются кадры, когда просто вот мирных самих же израильтян сианистские сианистская армия просто уничтожала. Вот когда с этого музыкального фестиваля люди бежали, за ними шли силы сопротивления. Силы сопротивления всех воспринимают, естественно, там нет мужчин и женщин, потому что все они являются военнообязанными, все это военнослужащие. То есть женщины это тоже скажем военные, военнослужащие, которые могут держать оружие и могут сражаться. И они шли за ними и в этот момент смешались. То есть вот эти вот израильтяне смешались с силами сопротивления. и сионисты начали убивать всех подряд и своих и чужих. Это раз. Во-вторых, в Кибуце, то, что произошло в Кибуце, если вы посмотрите, если вы найдете в интернете кадры и посмотрите, вы увидите, что те разрушения, которые имеются в Кибуце, это разрушения, которые являются последствиями тяжелой техники. Я не знаю, что это танки, еще какая-то другая техника, истребители. То есть те разрушения, которые там наблюдаются, это последствия тяжелой техники, которой не было у Хамаса. То есть когда они зашли в Кибуцу, у них не было тяжелой техники, чтобы такие разрушения там оставить после себя. Это, во-вторых, в-третьих, сами свидетели в Кибуце, которые выжили в столкновениях, выжили, они рассказывали в интервью, эти интервью есть в интернете, можете поискать, найти, и с переводом в том числе есть. Они там рассказывали, что израильская армия стреляла по всем, причем из тяжелой техники. Стреляла по всем, по бойцам Хамас, по собственным гражданам, по всем, просто без разбора всех уничтожила. Поэтому те женщины и дети, они убиты самими израильтянами, убиты Сахалом. Это в-третьих, в-четвертых, множество кадров существует в интернете, очень много. То есть, это видеозаписи снаружного видеонаблюдения и так далее. Это регистраторы, еще какие-то другие видео, видеосъемка с камер самих бойцов, где видно, что хамасовцы не трогали женщин и детей. Они просто не трогали. Вот эта вот девушка, гражданка Германии, хотя она не гражданка Германии, то есть, там говорят, гражданка Америки, гражданка Германии. Да, у них есть германское, немецкое гражданство, у них есть американское гражданство, но они наряду с этим являются израильскими гражданами. то есть, вот они там пострадала немецкая гражданка, пострадала американская гражданка или гражданин. Ну, так у большинства израильтян есть двойное гражданство, но они от этого не перестают быть израильтянами. Так вот, от этой вот девушки, я не помню, как ее звали, кто ее убил? Хамасовцы? А чем они так убили ее? Чем они могли ее вот в такое состояние привести? Понятное дело, это что-то тяжелое было. поэтому то, что он говорит, типа, якобы Хамас убивали женщин и детей, это, конечно же, опровергнуто и доказано как раз таки обратное, что женщин и детей убивали сами израильтяне. Именно сами израильтяне. Но наш муфтий, мусульманский лидер, просветитель, проповедник, лидер мнения, который служит для того, чтобы просвещать и доносить истину до мусульман, приписывает эти убийства Хамасу. Потому что у них разведка. Я так думаю, я не был там. Женщины убили, детей убили, стариков убили. Там сказать кому-то угоду. Знаете, Ихай написано, когда все уважают это говорит, не алим. Кто-то на 4 с вишнем ста беляет без согласия всех. А я говорю, сирийцам спроси, они жили под гнетом до войны. Что-то было плохое. все инишь три года лучше. Они живы в Сирии. 25 миллионов было, миллионов. Сейчас один момент, если я хочу найти, извиняюсь, что такая пауза. Время войны здесь ребенок рождается. Кто-то физически коллега, кто-то не приносит. Там вокруг есть, они же не объявили войну. Там их главы президент имеет ставленники Израиля. Израиль не говорят, они какой-то. Америка говорит, убирают чинственные человека. Демократия же есть. Уберите их и не с ним. Если они выберут одного лидера, могут работать на государство. Ну, в общем, не будем это искать. Можете посмотреть. Он говорит там, что с кем вы хотите воевать. Израиль это сильная могущественная страна. А мы сильные, палестинцы слабые, прошу прощения. Израиль сильная, могущественная страна, а палестинцы слабые. И сколько бы мы не готовили, сколько бы точнее палестинцы не готовили, сколько бы они не работали, сколько бы они не вооружались, они никогда не дадут Израиль. И то есть нет никакой возможности быть таким же сильным палестинцам. У палестинцев нет никакой возможности быть такими же сильными и могущественными и иметь такое же вооружение, как у Израиля. И какой он из этого вывод делает? Так, сидите тихо, не дергайтесь. Нет у вас сил противостоять Израилю, сионистскому режиму. Сидите тихо, не огрызайтесь, терпите. Не нужно ничего предпринимать. Но удивительно, логика, на мой взгляд, сами рассудите, по-моему, это ужасная, ужасная логика. И надеюсь, что хотя надежды беспочвенные, судя по тому, что происходит, но хочется надеяться, что таких людей, людей с таким мышлением в мусульманском мире мало. на этом все. Я думаю, закончим эфир. Увидел я вот это вот все, и меня это сильно, очень возмутило, несмотря на то, что очень уставший был, высказал свое мнение. Обязательно напишите в комментариях свое видение, свою точку зрения, свои комментарии оставьте. Всем доброй ночи и ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok